В общем, Вероника, про тебя многое слышали. Нам бы очень было интересно узнать побольше про твой процесс, твой путь поступления как в NYU Abu Dhabi, так и про твой опыт, как ты училась в других разных городах от NYU и вообще про ту историю. Да, не постараюсь уложиться. Это было неожиданно. Вот. Я думаю, ну, в основном фокус будет именно на процессе поступления, потому что, как я заметила, из всех вопросов, которые мне поступают, это всегда обычно самые часто задаваемые. Да. Вот. Думаю, уложимся где-то минут сорок-сорок пять. Потом я бы хотела поотвечать на вопросы, потому что у всех разные запросы. Вот. И если во время тоже моего монолога, скажем так, будут какие-то непонятные моменты, тоже можете писать в чат, я буду его посмотреть. Вот. Начну, наверное, в принципе, с моей истории. Да, я думаю, многие из вас знают, что я... Во-первых, меня зовут Вероника, мне сейчас 23, я родилась и выросла в Ташкенте. И после окончания школы, о которой я поговорю попозже, я выиграла грант в NYU Abu Dhabi. Это филиал американского университета NYU, то есть New York University. Он очень новый, он ему, по-моему... Да, кстати, в этом году ему стукнуло только 10 лет, этому университету. Он находится в Арабских Эмиратах. И самая большая прелесть, почему туда все идут. Не единственная причина, но одна из главных причин — это то, что он даёт очень щедрый стопроцентный грант интернациональным студентам. То есть мой грант полностью покрывал моё не только образование, но ещё и проживание, питание, плюс была стипендия. Поэтому я не платила вообще ничего, что мне нужно было, потому что я... Ну, я думаю, в Ташкенте все понимают, какие заплаты, какая там ситуация. Я из семьи матери-одиночки. Моей маме сейчас 65 лет, она уже на пенсии. То есть, понимаете, что, скажем так, денег в семье не было, а поэтому у меня был единственный вариант именно поступать. Ребят, можете, пожалуйста, отключить аудио, когда идёт разговор? Алло. Да. Там есть внизу мьют, или на русском, я не знаю, как это. Микрофончик такой, левый нижний угол. А, оказывается, я тоже могу так делать. Всё, окей, да. Да, вот. И да, в общем, к чему я веду, что я могла поступать чисто на стопроцентный грант, потому что мы... Моя семья вообще ничего не могла платить. Было немножечко даже такое безысходное положение. Ну, поэтому все те, кто говорят, что у них нет возможности, нет денег, я точно понимаю, о чём вы говорите. Но поверьте, что всё равно поступить можно. Значит, начну, наверное, со своей школы, потому что, мне кажется, это очень важно в процессе поступления. У нас в Ташкенте вообще такая система образования, что ты учишься в обычной школе 9 лет, потом ты выпускаешься, ты поступаешь либо в колледж, либо в лицей. Это как 10-11-11 класс, и потом ты уже идёшь в универ. То есть я выпустила с самой обычной школы, она просто... Я туда пошла, потому что она была в пяти минутах от моего дома. Вот просто наибанальнейшая школа, ничего особенного. В школе я только усиленно учила английский, потому что это было всё давление моей мамы, которая... Как бы у меня, если честно, не было никаких особых тогда интересов. Мне вообще ничего особо не хотелось делать, но мама всегда говорила, учи английский, учи английский. Это как бы единственное, что ты можешь сделать, что тебе реально поможет. Поэтому вот, я думаю, по окончанию вот этого 9 класса у меня английский уже был, скажем так, выше среднего, чем у обычного школьника, но всё равно я ни говорить не могла, как бы ни сериалы, ничего не могла смотреть, потому что вообще средний уровень по стране был очень ужасный. И потом я узнала, что у нас в Закистане есть IB-школа. IB — это такая американская система образования, International Baccalaureate. И такие школы есть вообще по всему миру. Я уверена, что в Казахстане тоже есть. И эта школа, как бы там чисто американская система образования, то есть там всё на английском, там преподаватели иностранцы, и там уже вообще всё другое, в общем. Она была очень дорогая, но там тоже выдавали ежегодные гранты местным студентам. И вот после 9 класса я подала туда, и каким-то чудом я туда поступила. Мне кажется, это ещё больше чудо, чем я поступила в университет, потому что тогда у меня... Ну, вероятно, я никогда вообще не была в такой американской среде. И когда-то я туда подавала, там, считай, тесты были на английском, собеседование было на английском. Я половину вопросов вообще не понимала, о чём меня спрашивали. Но каким-то образом мне им понравилось, и вот я смогла пойти в эту школу. И вот именно эта школа была как-то моей главной ступенью продолжать именно американское образование. Потому что, во-первых, ты уже полностью втягиваешься в эту американскую среду, когда ты понимаешь, что образование может быть на таком высоком уровне, и опять-таки оно может быть бесплатное. И, во-вторых, это то, что диплом этой школы не принимался ни одним из местных узбекских университетов. То есть у меня практически не было выбора. Я либо еду за границу, либо я вообще остаюсь без образования. Поэтому ситуация меня реально, скажем так, поднажала на максимуму учить это и сойти, вот это всё делать. И поэтому, да. Какая стоимость была в IB? Вообще стоимость была около 20 тысяч долларов в год. Как бы там прогрессирует по классам. Я пошла в 10 класс. Там, наверное, может быть от 15 тысяч. Потом 11 ещё дороже, 12 ещё дороже. И, по-моему, 12-й был около 20 тысяч долларов. Что, в принципе, было неподъёмно ни для одной узбекской семьи. Там учились либо иностранцы, которые как бы дети послов и такие вот все, ну, дети с бизнесом, либо учились такие грантовские ребята, как я. Поэтому я ничего не платила. И к тому же мне даже выдали, скажем так, небольшое пособие на то, чтобы оплатить мой TOEFL и мой SAT. Потому что каждый из этих тестов, опять-таки, стоит там сто с чем-то долларов. Если ты ещё сдаёшь несколько раз, то это тоже накапливается. Поэтому эта школа, конечно, вытащила меня из дырки, скажем так, очень сильно. Вот. И где-то в этой школе я училась в 60-й, 11-й, 12-й классы. И где-то в 11-м классе уже стал вопрос о образовании после школы. И я уже поняла, что нужно будет продолжать подавать куда-то за границу. И у нас в школе был человек, который называется college counselor. То есть это на русском даже не знаю, есть термин, но как бы работа этого человека — это помогать студентам с университетами. И в Америке это везде распространено. В каждой школе есть такой человек. К сожалению, у нас это ещё не так. Поэтому я даже начала блог, чтобы как-то делиться знанием, потому что я поняла, что ребят понятия не имеют, что и как делать. Но у нас, слава богу, был этот человек. И у нас с ним где-то даже в конце 10-го класса было собрание. И он мне говорит, окей, давай говори мне, куда ты хочешь поехать, на какую специальность и какой у тебя бюджет. И тогда я сказала, что у меня бюджета абсолютно вообще нет никакого. И он мне предложил ехать в Америку, потому что он сказал, что именно там дают самые щедрые стипендии. Потому что в Европе они даются, но они очень часто неполные. То есть всё равно нужно выплачивать там половину или 25%. К тому же, в принципе, количество университетов в Европе всё равно меньше, которые дают такую полную стипендию. Поэтому я фокусировалась чисто на Америке. И в тот момент у меня уже появилась такая небольшая интерес к наукам, к инженерии. Я сказала, что я бы хотела подавать на инженерах, хотя я точно особо не понимала, что это значит. Но нужно было выбрать как-то ещё. Мама говорит, ну да, вроде такая солидная профессия, хорошо оплачиваем. Я думаю, ну окей. Но что хорошо в американских университетах, что они дают тебе очень много времени выбрать профессию. То есть ты можешь податься и сказать, что я буду инженером, потом ты учишься первый семестр, ты понимаешь, что тебе вообще неинтересно, и ты можешь стать музыкантом. И как бы ни у кого никаких претензий не будет. И, например, в моём универе, поскольку он был liberal arts, то есть это такой тип университета, который даёт тебе выбрать разные предметы до того, как ты выбираешь свою специальность. И мы выбирали специальность в середине второго года. То есть у тебя был целый год ещё, плюс целый семестр, чтобы выбрать. Поэтому из-за этого я особо не стрессовала. И, в принципе, советую вам тоже не стрессовать. Вот. И да, и он помог мне составить список из десяти примерно университетов, каждый из которых был в Америке, каждый из которых имел мою специальность и давал полный стопроцентный грант. У нас в школе на тот момент было три грантовских студента, и он специально раскидал по десять университетов на каждого, чтобы мы как-то не пересекали, чтобы мы не соревновались друг с другом. Потому что тот факт, что мы из Узбекистана, это как-то... Особенно тогда это ещё было прям такое уникальное какое-то вещь, что вот, там, один, который добавит к дайверсити, поэтому он хотел, чтобы каждый из нас поступил чисто в один университет, чтобы я была единственным аффлекантом из Узбекистана. Поэтому он специально так вот свою дату-базу этих университетов раскидал на нас. Вот. В моём списке было десять университетов. Н.В.Будаби был единственный, который находился, в принципе, сам не в Америке, но там был самый-самый щедрый грант. И в основных университетах, когда они говорят «стопроцентный грант», это не совсем сто процентов, потому что обычно тебе всё равно... Тебя просят выплатить либо три тысячи долларов, либо где-то пять тысяч долларов. Это, в принципе, как работает такая система. Но очень часто ребята работают на кампусе, то есть можно подрабатывать там в кафетерии или где-то ассистентом и спокойно выплатить эти деньги. Но вот именно в моём Абудаби был просто стопроцентный грант, ещё плюс стипендия. Вот. Поговорю о том, чем я занималась в школе и, в принципе, на чём у меня был акцент. Когда я только пришла в школу, меня вообще просто переполнило это количество каких-то возможностей, которые были на кампусе, потому что в нашей местной школе вообще ничего не было. Я единственное, что делала, я играла в баскетбол, потому что у нас была команда. Больше ничего не было, никаких-то советов, вот просто вот... Даже если ты хочешь что-то делать, у тебя просто не было возможности. Когда я пришла в эту IB-школу, конечно же, там было столько всяких кружков, каких-то, в общем, много чего, где можно было себя реализовать, и я пыталась быть как бы очень-очень активным студентом. И я старалась набрать как можно больше достижений, потому что мне уже с самого начала сказали, что достижения очень важны. И мои самые главные достижения, это были то, что я была... Опять-таки, я играла в баскетбол, но я не просто была как бы на скамеечке, я была капитаном команды, и у меня были награды как лучший игрок и самый как бы MVP и All-Star. То есть... И я знаю, что это сыграло очень большую роль, потому что университеты ценят, когда ты не просто чем-то занимаешься, а когда ты очень хорош в этом деле. То есть если ты просто сидишь на скамейке, и ты напишешь, что вот я в баскетбольной команде, но я сидела на скамейке, это не имеет никакого значения. Но если ты говоришь, что я там был капитаном, я там помог нашей команде выиграть первое место там-то-там-то, то именно вот такие достижения уже играют важную роль. Вот поэтому я знаю, что для меня это сыграло такое большое значение. Дальше я была в школьном совете, который организовывал различные мероприятия. Я там была не президентом, а ко-президентом. У нас был самый активный вообще студенческий совет на всем кампусе. То есть у меня, опять-таки, было много о чем поговорить. Мы приглашали разных спикеров, мы работали с посольствами, мы организовывали различные культурные мероприятия. У нас реально были ивенты там каждые две недели, поэтому, опять-таки, было очень много материала, о котором я могла бы рассказать и передать свои личности, свои лидерские качества. Дальше я была редактором школьной газеты. Это, в принципе, мне казалось, что это не так важно, но у нас был именно такой грантовский клуб, то есть все ребята, которые поступили в эту школу на грант, все вот русские такие ребята собрались именно в эту стенгазету, и мы как-то писали о вещах со стороны, как бы, с узбекской перспективы, скажем так, рассказывали иностранцам, что и как, о чем мы думаем. И это был не такой уж значимый проект, но я была там самым главным редактором, поэтому я как бы так приукрасила это и сказала, что вот, я там, скажем так, самое главное, там всеми рулю, нэ-нэ-нэ. Это было не то, что я врала, но мне кажется, это звучало круче, чем это было на самом деле. Вот, но все равно, опять-таки, здесь показывается commitment, и здесь показываются лидерские качества. И последнее, чем я занималась, это у нас был научный клуб. Он только начался, когда я там была, то есть я была, скажем так, одним из, как бы, кофаундеров. Опять-таки, если честно, научный клуб звучит круто на самом деле, мы ничего, опять-таки, особого такого не делали, но у нас были такие еженедельные собрания, где мы строили какие-то различные научные штучки. У нас был руководитель, профессорша по физике из Брауна, у него тоже были классные идеи. Вот, поэтому, опять-таки, я расписала это немного круче, чем оно было на самом деле, но все равно этот клуб, во-первых, опять-таки, показывал мои лидерские качества, и, во-вторых, он имел связь с моим профилем, то есть с инженерией. И вот эти вот четыре activities были мои самые главные. И последнее, что я делала, это волонтерство. Мое волонтерство тоже было очень таким значимым. Я делала его летом, целых два месяца. Мы с двумя подругами тоже из этой школы ездили в такой... Это не то, что дом престарелых, но это дом, где детей забрали из семей, потому что, как бы, семьи либо слишком бедные, чтобы содержать детей, либо там какой-то абьюз был, и вот эти детей забирают. У них была какая-то отдельная деревня, и мы приходили в эту деревню, и мы обучали детям английскому, о физкультуре, различным поделкам, и просто как-то с ними веселились. Но мы делали это в течение двух месяцев, и у меня была... У меня даже какая-то была грамота, как, скажем так, почетный волонтер, что-то такое. И это тоже, я знаю, что, в принципе, очень понравилось комиссии, но именно не потому, что у меня была какая-то грамотка, какая-то бумажка, а именно потому, что я делаю это на протяжении целых двух месяцев, но если это каждый божий день, это реально очень много часов, это очень много работы. И я заметила, что очень часто ребята пытаются сделать волонтерство, просто чтобы оно было на бумаге, скажем так. Они куда-то, я не знаю, подаются в какие-то организации, там два дня поволонтерят, получат вот этот вот квиточек бумажки, и такие кинут приемной комиссии, типа, вот, смотри, я волонтерил. И так лучше делать не надо, потому что, во-первых, вы просто раздражаете людей тем самым, что как будто вы пытаетесь как-то приукрасить свои достижения, потому что они реально знают, если вы реально занимались этим делом, и если вы просто делаете это для галочки. И с каждым годом, мне кажется, именно эта концепция волонтерства становится все менее и менее важна. Поэтому если у вас нет волонтерства, я советую не париться, лучше делать то, что... в чем вы хороши, и то, что вам реально интересно. Вот, это, в принципе, были все мои деятельности в школе, и если я могу дать совет по этому... по этой теме, это то, что не нужно делать прям все подряд. Мне кажется, даже то, что я делала, это уже слишком много, потому что у меня не было какого-то одного определенного фокуса. Я вроде и газеты писала, и волонтеры в баскетбол играла, и мне кажется, если бы я советовала себе младше, я бы убрала, наверное, одно как минимум из этого активити и постаралась бы сфокусироваться на оставшихся. Потому что, что важно приемной комиссии, это не то, чтобы вы делали все подряд и ничего не делали хорошо, а чтобы вы какие-то вещи делали очень и очень хорошо. Я надеюсь, вы понимаете, о чем я говорю, потому что в английском есть такое выражение, что университет хочет well-rounded students. Но когда они говорят well-rounded students, они не имеют в виду, что один студент должен быть well-rounded, а что весь класс as a whole должен быть well-rounded. То есть кто-то должен хорошо играть в спорт, кто-то должен хорошо играть на музыкальном инструменте, кто-то должен говорить на многих языках, кто-то должен делать это, это, это. То есть весь класс, например, класс of 2019, он в общем крутой. Они умеют делать и то, и то, и то, и то, но невозможно, чтобы один человек умел делать все прекрасно, потому что у нас просто нет на это ресурсов. Поэтому я советую сфокусироваться на где-то, наверное, трех максимальных, как бы максимальное количество, чтобы было три занятий, но их делать просто на топ, на сто процентов быть там самым главным, быть лидером, быть фаундером, быть капитаном, потому что это намного лучше, чем иметь 10 активностей и везде быть каким-то средненьким. Вот. Вижу здесь вопрос. За год до подачи application начать свою портфолио получается достаточно? За год до подачи application, я думаю, нормально, но все равно советую начинать вот прямо сейчас, когда вы начинаете это смотреть, пусть в даже седьмом, восьмом, девятом классе, потому что, что очень ценится, это commitment. И даже, например, с моим баскетболом я смогла стать капитаном только потому, что я играла в баскетбол с шестого класса. Если бы я не играла столько лет, если бы я не сидела на скамейке столько лет, я бы не смогла так, как бы, достичь вот таких вот, скажем так, высот более-менее к одиннадцатому-двенадцатому классу. Поэтому советую начинать как можно раньше, но за год, если вот вы сейчас только решаете поступить и у вас есть год, то все равно, конечно, можно прокачать свою портфолио, но нужно с самого начала, как я сказала, выбрать какой-то свой фокус, выбрать несколько главных достижений и все ресурсы вкладывать чисто в них, чтобы в итоге вы могли сказать, что вы не просто что-то делали, а что вы что-то очень хорошо делали. Пойдем дальше, наверное. Это, в принципе, то, чем я занималась в школе. Потом насчет самой подготовки к университету, я опять-таки начала готовиться после десятого класса, то есть начиная с лета, потому что в конце десятого класса уже тогда мы выбрали вот эти все университеты, сделали список, тогда я уже знала, какие документы мне нужно сдавать, и тогда я поняла, что мне нужно сдавать SAT и TOEFL, это два главных экзамена в американской университете, и когда я увидела SAT, у меня просто глаза на лоб полезли, потому что это было ужасно. Я помню, что я открыла тесты, и вот там в reading section там бывает, например, четыре варианта ответа, что нужно составить какое-то слово. Я смотрю, я понимаю, что я не знаю ни один перевод, ни одного из этих слов, или я там читаю предложение, и я знаю только and, или вот только какие-то маленькие частички, и у меня, конечно, тогда хватило какой-то ужас, потому что мне сказали, что мне мой колледж-канцлер сказал, что нужно набрать SAT как минимум 2000 из 2400, то есть я сдавала еще по старой системе. Это очень много, это очень сложно было набрать. По новой системе, по которой вы, ребята, сейчас сдаете, ну, для престижных университетов, если прям самый престижный, то нужно где-то минимум 1500. Если вы посмотрите, например, средний SAT Баллгарварда, то, наверное, где-то 1550. Конечно, чем ниже престиж университета, тем больше падает этот SAT результат, но если вы хотите подать на грант, то, конечно, SAT очень важен, поэтому старайтесь набрать, ну, как минимум 1400, и то 1400 — это так, знаете, нормальненько. Ну, старайтесь, конечно, целиться именно к 1500. Вот, я немножко сбилась. В общем, да, из документов, то, что нужно было сдать, это TOEFL, это SAT. Насчет TOEFL можно сдать IELTS, если вы хотите, но все-таки в Америке больше предпочитается TOEFL, он рассматривается большим количеством университетов, потому что IELTS — это все-таки британские экзамены. Для TOEFL мне сказали набрать как минимум 100 баллов из 120, и, если честно, если вы сдаете SAT, то TOEFL будет просто расплюнуть. В моем случае я вообще не готовила к TOEFL, я готовила стойко к SAT. SAT я сдавала 3,3 раза, и в итоге я смогла набрать 1990, что было ужасно обидно, потому что я не добрала 10 баллов до 2000. Да, это был очень неприятный момент, но все равно как бы в общем результат был нормальный. Но вот потому что я стойко готовилась к SAT, к TOEFL я готовилась за 2 дня, по-моему, я прорешала только парочку practice-тестов, и я сдала на 106 с первого раза, потому что реально TOEFL кажется просто какой-то ерундой по сравнению с SAT, вот поэтому не волнуйтесь насчет этого. Вот. Дальше, что можно еще сдать, это SAT subject tests, то есть это предметные SAT, у них на сайте есть список предметов, вы можете выбрать в зависимости от вашего направления. Я была инженером, поэтому я сдавала физику, математику 1 и математику 2. Мне этот SAT показался намного легче, чем основной, потому что там не было именно этой reading section. Я как человек, технический инженер, мне намного легче решать какие-то физические или математические задачи, чем просто зазубривать эти идиотские слова, которые мне, они до сих пор не понадобились, кстати. Я тогда еще сидела, думала, мне, скорее всего, они не понадобятся, и вот через 5 лет я могу сказать, что они мне точно не понадобились, но нужно было зубрить. Ну вот, я знаю, что эти SAT subject мне очень, опять-таки, помогли, потому что они все-таки показывают, что я могу быть хорошим инженером, потому что и физику, и математику я сдала довольно-таки хорошо, у меня было 780, 780 и 800, кажется, как-то так, то есть довольно-таки хорошие баллы, и этими баллами я как-то немножечко перекрыла свой недочет в основном SAT. Вот, поэтому, если у вас есть какие-то предметы, которые схожи с вашей сферой, я советую сдать SAT subject, они очень короткие, там один экзамен всего час, то есть не то, что нужно 4 часа сидеть на этом ужасном SAT, конечно, они тоже стоят денег, но мне кажется, что это очень хорошее дополнение к вашей заявке. Вот, следующий компонент это оценки, конечно же, оценки очень важны, меня часто спрашивают, можно ли поступить, если у меня там все тройки, и честный ответ нельзя, оценки должны быть хорошие, как бы я не знаю, это невозможно приукрасть, оценки реально должны быть очень-очень хорошие, вы реально должны выделяться, потому что вы все-таки подаете на грант, на стопроцентный грант, вы просите университета сотни, просто сотни тысяч долларов, и нужно показать, что вы реально этого стоите. И оценки, как бы многие не говорили, что вот, оценки не показывают настоящий уровень знаний, оценки это просто цифры, и с одной стороны я с этим согласна, но с другой стороны, мир не придумал другой системы оценивать знания и интеллектуальные способности человека, кроме оценок, поэтому пока что нам нужно просто с этим смириться, и старайтесь, старайтесь добивать оценки как можно по максимуму. Самые важные оценки идут именно за одиннадцатые и десятые классы, и за первый семестр двенадцатого, потому что, думаю, вы знаете, что дедлайн для Америки обычно первое января, это именно regular decision, early decision чуть-чуть пораньше, то есть вот десятый, одиннадцатый класс плюс первый семестр двенадцатого, это самые-самые важные оценки. И, конечно, старайтесь набрать максимальные баллы по своим профилирующим предметам. И, конечно же, максимальный балл по английскому, я думаю, что это очень важно. Вот, и еще такой важный момент, это то, что в Америке очень ценят концепцию improvement, то есть улучшение. И, если, например, вы сейчас в десятом классе, и у вас оценки не очень, но если вы поднимете их, начиная с десятого класса до двенадцатого класса, то это будет очень-очень круто. То есть, если будет человек, у которого все постоянно были пятерки, если будет второй человек, который начал с четверок, но постепенно-постепенно поднялся до пятерок, то предпочтут второго человека, потому что он показывает именно эту работу над собой, показывает свое improvement. Поэтому, если у вас сейчас еще недочеты, пусть наоборот вас мотивирует, что вы сможете показать, что вы можете себя улучшить. Поэтому, вот, конечно же, обращайте большое внимание на оценки. И еще один момент, это касается именно IB и AP, если кто-то из вас берет, это то, что университеты также смотрят на сложность уроков, потому что в IB у нас уроки были standard level, то есть стандартный уровень, или higher level, то есть высший уровень. И, конечно же, получить пятерку в высшем уровне намного сложнее, чем получить пятерку в стандартном уровне. И некоторые ребята пытались брать самые легкие классы, например, взять английский, психологию и еще какой-то легкий предмет, взять их на высшем уровне и получить все пятерки. Но может быть другой человек, который возьмет, например, математику, физику и химию на высшем уровне, и у него будут четверки. Опять-таки, предпочтут человека, который постарался взять на себя какой-то челлендж. Поэтому ищите такой баланс между сложностью предметов и оценками. Конечно, не заваливайте предметы, которые вы берете, но в то же время не старайтесь найти как бы легкий путь, потому что они смотрят не только на саму цифру, но и также на уровень сложности предмета, который вы берете. Вот, я закончу с документами, потом я пройдусь по вопросу, наверное. Вот, значит, мы поговорили про TOEFL, SAT, SAT-сабжекты, оценки. Следующее — это рекомендательные письма. Рекомендательные письма берутся обычно у двух человек. Один из них — колледж-каунселор, то есть если вы в русской школе, то, скорее всего, это будет как классный руководитель или завуч. То есть человек, который знает вас лично, он даже не обязательно предполагает какой-то предмет, но просто знает ваш именно характер. И второе письмо важно брать именно у учителя или у вашего профессора. Желательно, чтобы он имел отношение к вашему профилирующему предмету. То есть в моем случае я брала письмо у своего учителя по физике, как раз и та учительница, которая вела наш научный клуб. У нас с ней были прекрасные отношения, она меня очень хорошо знала, у меня были хорошие оценки по физике, поэтому я знаю, что рекомендации на письме у меня были на очень-очень хорошем уровне. И также я еще очень часто с ней общалась, что, мне кажется, сыграло важную роль. И мы с ней часто разговаривали на тему девушек в сфере STEM. Для меня это очень такая важная тема поддержки именно девушек в технических и научных сферах, потому что, думаю, многие знают, что девушек там очень мало. И поскольку она была профессором физики, она была женщиной, мне было очень интересно послушать про ее карьеру. Мы очень часто оставались после уроков и болтали про то, как она навигирует эту индустрию будущей женщиной, как она балансирует работу, семью и все такое. И я уже тогда ей говорила, что я в будущем хотела бы сделать что-то именно с этой темой. И я знаю, что она упомянула это в своем рекомендационном письме. То есть она рассказала, что я не просто хорошо учусь, но что также у меня есть какие-то более глобальные цели, или я хочу решить какие-то социальные проблемы. И я знаю, что это пойнаю с приемной комиссией, потому что меня об этом спросили во время моего интервью. Они сказали, что вот мы заметили, что у тебя интересует вот эта вот тема, а что бы ты конкретно хотела сделать. Поэтому я могу посоветовать вам начать налаживать именно личные отношения с вашими профессорами, чтобы они могли не только поверхностно рассказать, что вот там он прилежно учится, у него там все пятерки, но это скучно. А если они смогут рассказать что-то более такое личное, рассказать о ваших, о вашей мотивации, о ваших амбициях, о вашем характере, то именно это очень ценится, именно такие письма выделяются из толпы. Поэтому не то, что нужно прям подлизываться к учителям и надоедать им, но все равно имейте это в виду, постарайтесь выбрать тех людей, которые нравятся вам, которые, что вы им тоже нравитесь, и постарайтесь, конечно же, начинать с ними болтать, как-то общаться и рассказывать о себе больше. И, в принципе, все учителя хотят, чтобы вы поступили в университет, потому что такие поступления влияют на репутацию школы, где они работают, поэтому им тоже хочется помочь вам на максимум, и, скорее всего, они будут как-то вас приукрашивать, они, может, где-то закроют глаза на ваши недочеты, но все равно важно, чтобы у вас были именно такие личные хорошие отношения. И последний такой пакет документов, который нужен, это ваши достижения. Ну, как достижения, вы обычно просто описываете ваши Common App заявки, но также можно приложить какие-то грамоты и сертификаты, и, как я говорила в начале, эти грамоты не имеют никакого значения, если вы о них не рассказываете. Поэтому, если честно, можно даже особо о них не волноваться. Если они есть, окей, если их нету, то не нужно обязательно их просить. В принципе, это просто бумажки, многие из них вообще на русском, поэтому это, мне кажется, самый-самый, самый менее важный компонент, самое главное, чтобы вы рассказали именно о том, что вы сделали, либо в секте, где вам нужно рассказать про extracurriculars, либо в ваших сочинениях. Вот, и дальше я хочу поговорить про сочинения, но, наверное, сначала посмотрю вопросы. В чём отличие Middle Primary Diploma Program в школе IB? Если честно, я не знаю, о чём вы. У нас просто была, как бы сама программа IB — это последние два года обучения. То есть, начиная с 11 класса, вы берёте определённые предметы до конца 12 класса, и в конце 12 класса вы сдаёте итоговые экзамены по всем двум годам, и именно по сдаче этих экзаменов вам дают диплом IB. То есть, что идёт до этого, это, в принципе, не IB, это просто подготовка к IB, поэтому она не имеет особого значения, и вы можете даже зайти чисто в 11 классе, прийти в школу и всё равно получить диплом IB. Возможно ли стопроцентный грант именно в вузах США? Да, возможно. NYU Abu Dhabi — это и есть вуз США, это просто филиал, который расположен в Абу-Даби. То есть система подачи документов была чисто американская, и также, как я говорила, помимо этого я подавала в 10 других вузов, я выиграла ещё один полный грант в вузе в Вашингтоне, это ещё был один такой Liberal Arts College, там мне дали грант 60 с чем-то тысяч долларов, в моём IB, да, было 80 тысяч долларов, поэтому вы понимаете, почему я туда пошла. Но да, конечно, возможно выиграть полностью грант. Какие документы нужны для стипендии? Вот об этом я, в принципе, рассказывала всё это в прошлое время, и в Америке вообще нет такого понятия как бы стипендия, у них есть понятие грант, и если вам дают грант, то вам не нужно отдельно его выигрывать. Если вас зачисляют, то вам сразу дают грант. И, в принципе, в Америке система грантов делится на два типа, есть Merit-Based Scholarship и Need-Based Scholarship. Merit-Based Scholarship это такой грант, который даётся выдающимся студентам, независимо от их финансового положения. То есть даже если ты можешь оплачивать университет, но ты такой невероятно крутой, что университет хочет именно тебя, то они предложат тебе грант. То есть это похоже на то, как, например, различные компании соревнуются за какого-то ценного работника, и каждый предлагает ему зарплату повыше. То есть таким же образом иногда университеты соревнуются и предлагают финансовую помощь, чтобы этот одарённый студент выбрал именно их университет. Но такие гранты невероятно сложно получить. Обычно их дают, наверное, где-то 3-4 штуки на весь поток, и этот поток бывает там десятки, сотни тысяч студентов. То есть я лично никого не знаю, кто бы выиграл такой грант. Не говорю, что это невозможно, но чисто по статистике это очень-очень сложно. Но тип гранта, на который подаём все мы, это need-based scholarship. То есть это грант по состоянию материальной нужды. И единственное требование к такому гранту, это чтобы материальный доход вашей семьи был меньше 60 тысяч долларов в год. Что, я думаю, правда, для всех нас, даже если у нас там бизнес, если перевести это всё в доллары, всё равно это будет очень мало. Поэтому я уверена, что мы все подходим именно под этот грант. И единственный документ, который вам нужен, чтобы это доказать, это онлайн-заявка, она называется CSS Profile. Её можно найти на сайте College Board. Я думаю, если вы подаёте, вы, скорее всего, были на этом сайте, потому что College Board это именно тот сайт, который делает ваш SAT. Вот. И там есть эта заявка, и в этой заявке вы должны указать полностью все свои доходы, то есть как бы не свои доходы, доходы вашей семьи. Вы пишете туда зарплату мамы, папы, бабушки, дедушки, стоимость вашей квартиры, ваша недвижимость, какие-то бизнесы, в общем, все любые деньги, которые в вашей семье. И также вы пишете о всех своих расходах. Это будет, например, обучение ваших братьев и сестёр, например, плата за университет, это ваше питание, лечение, даже каникулы, одежда, косметика, в общем, всё-всё-всё-всё-всё. И в итоге они высчитывают, сколько денег у вас остаётся. Например, когда я заполняла эту форму, у меня оставалось, наверное, 200 долларов что ли в год. То есть это такая какая-то смешная сумма, и понятное дело, что они рассматривают меня сразу автоматически на полный грант. Поэтому вот, если у вас после этого вычисления остаётся маленькая сумма, то вы автоматически подаёте на грант. То есть если вас принимают, вам сразу дают деньги, если вас не принимают, то вам не дают деньги. Но там нет такого, что вас берут, и потом отдельно нужно подавать на стипендию. Вот. Вы подавали на Financial Aid через CSS Profile или у вас прям scholarship? Это есть одно и то же. Чтобы подать на scholarship, вам нужно заполнить CSS Profile. Вот. Кандидатский тур. Я к этому вернусь чуть-чуть попозже. Я хочу ещё поговорить про сочинение. Как отправлять рекомендательные письма? Да. Вы, когда будете регистрироваться в Common App, вас, когда вы дойдёте до этого места, где нужно писать рекомендательные письма, вы должны будете ввести email-адрес вашего профессора, с которым вы заранее договорились, и потом этому профессору придёт email от Common App, и там скажется, вот такой-то ученик указал вас как своего рекомендателя, пожалуйста, отправьте нам ваше письмо. И по идее правила такие, что вы, как ученик, не можете видеть своё письмо. Если честно, я свои рекомендательные письма до сих пор не видела, я как бы пытала их, спрашивала, что же они обо мне написали, и мне сказали, что они написали очень хорошо, но я сама их не видела. Вот поэтому процесс именно такой. Привет! Я просто хотел поздороваться. Рад тебя видеть. А, привет! Лететь через полтора часа в Алмату, но я просто пришёл сказать привет и поблагодарить тебя, что ты согласилась. Конечно. Я побежал. Спасибо, что позвали. Удачного полёта! Спасибо большое. Всем извините. такой типа ворвался. В общем, ладно, давай. Угу. Так, продолжаем. Так, следующий вопрос. Аппликейшн в NYUED тоже надо заполнять на Common App или на сайте универа? Заполняем всё на Common App. И плюс Common App в том, что вы заполняете его один раз, вы подаёте просто во все свои универы, что мне кажется просто гениально. 10 заявок по 100 долларов за каждое платили. Это хороший вопрос, и здесь меня, наверное, сейчас опять-таки возненавидят, но моя школа, где я училась по гранту, также покрыла 6 моих заявок. 6 из 100, и причём я выбрала самые дорогие заявки, поэтому, да, я платила только за 4, и вышло это, в общем, где-то около 200 долларов, наверное. Но если у вас такой нет возможности, то вы можете подать на Fee Waiver. Я точно не знаю, как работает этот процесс, потому что я его не делала, но я знаю, что он существует, и опять-таки это всё будет делаться на Common App, где-то там в заявке будет такой вопрос, вам нужен Fee Waiver или нет, вы говорите да, и потом вам нужно будет закинуть какой-то документ, подтверждающий, опять-таки, ваше финансовое положение, и, возможно, вам дадут этот вейвер, то есть вы сможете подать за бесплатно. Вот, да, фишка есть не платить, знающие говорят, да. Дипломы NYU и NYU ID одинаковые. Да, они одинаковые. Кстати, вот у меня есть мой диплом, и там написано диплом New York University, но подразделение NYU Abu Dhabi. То есть в самом NYU есть очень много школ, например, есть NYU Abu Dhabi, есть NYU Shanghai, есть NYU Tisch, есть NYU Tenden, это инженерская школа, то есть много-много таких школ, и они все под большим крылом, NYU, то есть диплом чисто как NYU, но единственная разница, я думаю, вы знаете, что мы не подходим под американскую визу, в Америке есть такая фигня, называется OPT, это когда тебе дают возможность сажироваться в Америке, если у тебя, если ты проучился в американском университете, но поскольку я физически не находилась в Америке, я не могу подойти под эту программу, что мне кажется, самый большой минус, о котором я раньше не знала, потому что мне всегда говорили, да, это одно и то же, одно и то же, но именно в плане виз это не одно и то же, поэтому дорога в Америку намного более закрыта, чем если бы я реально пошла и училась в Америке, вот, наверное, это тоже одна из причин, почему я оказалась в Японии. То есть для NeedBase нужно отправлять заявку, а для Merit не нужно, и университет сам выбирает, нужно ли давать MeritBase. Да, в принципе, даже для NeedBase не то, что нужно отправлять заявку, а вам просто нужно отправить вот это вот CSS-профайл, и также, когда вы будете подавать на Common App, там просто будет вопрос, вам нужен грант или не нужен? Вы говорите, нужен, потом вам спрашивают, а сколько вы можете в год платить? Вы говорите там тысячи долларов в год, пять тысячи долларов в год, десять тысяч, и в принципе это всё. А да, если вы хотите на MeritBase, то подавать ничего не нужно, и университет сам автоматически, как бы посмотрев вашу заявку, если вы ему так сильно нравитесь, он может предложить вам именно такой scholarship. Есть ли плюсы в знании разных языков? Есть, конечно, есть плюсы, но я бы не сказала, что это имеет такое огромное значение, потому что в NYUAD в среднем каждый человек знает как минимум два языка, потому что имена американцев там где-то наверное, сколько было? 15% может быть? Или 12%? В общем, очень-очень мало. Все те, кто не американцы, понятное дело, они знают как минимум два языка. Если честно, очень много ребят знает по три, по четыре, по пять языков, поэтому если вы знаете, я думаю, от четырёх и выше, то это уже звучит так очень впечатлительно, если два, то это довольно-таки уже стандартное понятие. Как получить FIWAIR? Об этом уже поговорили. Если шанс поступить, ещё раз являясь студентом первого курса. Я поступила в NYU, в Шанхасе, 50% в этом году, но планирую ещё раз в Убудабе. Если вы уже поступили, то не то, что сложнее, но приоритет всё равно будет сдаваться студентам, которые только начинают поступать, потому что, скажем так, у вас уже есть какой-то шанс на образование, у них ещё нету, но всё равно советую подавать, и, конечно, в своей заявке нужно будет ещё раз очень так как-то ярко объяснить то, почему вы хотите подавать ещё раз, почему вы соглашаетесь потерять целый год, и вот всё равно вы настолько сильно хотите в NYU Abu Dhabi, что вот вы стараетесь сделать это ещё раз. Поэтому можно выехать именно такой сильной мотивацией. Опять про waiver. Насчёт waiver, ребят, я деталей точно не знаю, но попробуйте закуглить, там должно быть всё. Вот, дальше вопросы про мотивационное письмо, о нём я поговорю, когда закончим с вопросами. Хорошо, если будет более трёх рекомендательных писем в Common App. Мне кажется, два достаточно, можно три, но здесь может быть такая ошибка, что письма начинает повторять себя. Если у вас будет два письма, и они будут говорить ровно одно и то же, то это не имеет особой ценности. И почему я говорю, что одно письмо будет от College Counselor, а одно от профессора, чтобы они раскрыли какие-то ваши разные стороны. Потому что College Counselor сможет рассказать именно о вашей персоналити. То есть в моём случае он рассказывал про просто реально мой характер, про мою общительность, про мой баскетбол, про мою действенность в какой-то школьной жизни, про газету, и вот всё, что не связано именно с академией. А профессор по физике рассказывал именно про мои академические старания, и также, как я рассказывала про эту тему Women in STEM. Поэтому два письма, они не повторялись, и они просто дополняли друг друга. Поэтому, если вы сможете сделать три совершенно разных интересных письма, то, конечно же, это плюс, но обычно два уже покрывают, в принципе, все ваши интересные аспекты. CSS Profile и Common App можно отправить в разное время. Да, если вы делаете до дедлайна, то можно отправить в разное время. Вот. Вопросы кончились. Я, наверное, хотела, да, очень затронуть сочинения. Где-то пять минут про них поговорю, потом можно будет еще поотвечать на вопросики. Сочинений в Америку нужно писать много. Зависит от того, сколько университетов вы подаете. То есть одно, самое первое сочинение, оно идет от Common App, я думаю, вы знаете про него. Это сочинение такого личного характера. И здесь, кстати, я, если вы подписаны на меня, я сняла целое IGTV-видео на там 12 минут, рассказывая про это сочинение. Я очень настоятельно советую вам его посмотреть, потому что я рассказала все главные советы. Но если сказать вкратце, это не пишите подряд про всю свою жизнь, выберите какой-то один конкретный момент, который был для вас очень важен, который стал каким-то ключевым моментом вашей жизни и рефлексируйте насчет этого момента. То есть обдумывайте, почему так случилось, что я почувствовал в это время, какие уроки я вынес, что бы я мог сделать по-другому, какой импакт это событие сделало на мою жизнь, на жизнь моего общества, на мир вообще. И вот задаваясь, себе такие глобальные вопросы, вы сможете написать интересное сочинение. Но если вы пишете там, ой, я пошел в какую-то школу, там я выиграл такой-то конкурс, я такой молодец, это абсолютно не работает. Поэтому вот, пишите сочинения, которые очень искренние, которые идут от души, которые помогают комиссии заглянуть в вашу душу, потому что они уже и так знают ваши достижения, они уже знают ваши оценки, им уже не нужно еще раз услышать, какой вы умный, они хотят увидеть, как вы мыслите, какие у вас мотивации, какие у вас амбиции, что вас тревожит, что вас заботит. И вот вам нужно рассказать именно такие более глубокие мысли, чтобы запасть в душу приемной комиссии. Вот, это если кратко, а если для длинного варианта, да, переходите на мой инсту. И второе сочинение, как раз-таки отвечая на вопрос, его нужно писать разное для каждого университета. И это сочинение похоже именно на мотивационное письмо, хотя в Америке нет такого именно понятия motivational letter. Это письмо называется supplementary essay, то есть дополнительное эссе, и вопрос для данного эссе предлагается каждым университетам отдельно. И опять-таки все эти вопросы вы можете забить либо на сайте университета, либо уже в самом Common App. В NYU вопрос был why NYU? То есть просто почему NYU? И, скажем так, понимай вопрос как хочешь, пиши как хочешь. Но и хотя формулировка вопросов у каждого университета разная, то смысл вопроса всегда один и тот же. То есть вы должны рассказать о том, почему вам интересен данный университет, и также что вы сможете дать этому университету. То есть не только то, что вот я смогу выучиться, мне нужны здания, мне нужно образование, но в то же время почему они должны вас взять. Например, вы сможете принести какие-то новые интернациональные мнения, вы сможете разбавить их в какую-то культуру. Я не знаю, в общем, подумайте сами для себя, но вы должны как бы продать себя университету, и сказать, что не только он нужен вам, но еще вы нужны ему. Вот. И эти сочинения, у них везде разный лимит слов, поэтому я не могу точно сейчас сказать. чтобы подготовиться к этому сочинению, советую просто перелопатить сайт университета, прочитать про их, про их историю, прочитать про их факультет, прочитать их mission and values, то есть миссия и ценность университета, потому что у каждого университета, она все равно немножечко разная. Например, в NYUED огромный фокус, конечно же, на diversity. Я думаю, вы все об этом знаете, интернациональность, вот этот вот микс всех культур, которые приходят вместе, начинают работать над какими-то глобальными проблемами. И второй большой фокус университета это именно research, потому что мы исследовательский университет, поэтому, в общем, да, об этом можно долго говорить, но вот эти самые два главных фокуса, и когда вы пишете сочинение «Почему NYU?», конечно же, вы должны рассказать именно вот об этих вот двух вещах, не только о них, но обязательно их упомянуть. Вот, но, например, если вы подаете в, скажем так, MIT, то там совершенно уже другая история, потому что это более технический университет, он более направленный, он уже не liberal arts, им пофигу на diversity, мне кажется, не знаю, может не пофигу, но точно нет такого акцента, и у них уже совершенно другие ценности, совершенно другая миссия. Поэтому, подавая документы в каждый университет, вы должны именно редактировать сочинение, подгоняя его под миссию каждого университета, потому что нельзя написать одно сочинение и сказать «Мне просто нравится, что у вас качественное образование, что у вас там много ресурсов, и всё написать как-то поверхностно и подать одно сочинение везде». Это совершенно не работает, это просто провальная идея. Вот, поэтому, да, советую очень, и это занимает реально очень-очень много времени, потому что я подавала в 10 университетов, то есть мне нужно было перелопачивать сайты 10 университетов, я также смотрела их YouTube-каналы, я смотрела их социальные сети, я смотрела блоги студентов, которые там учатся или выпускников, то есть я реально знала очень-очень много ещё до того, как я пришла в этот университет. Но именно поэтому я смогла написать сочинение более интересное, чем просто, что, не знаю, в Убудабе хорошая погода и у вас там много денег, потому что это, ну, совершенно не работает. Вот, в принципе, это всё по сочинениям. И последнее, что бы я хотела сказать, это то, что вся ваша заявка должна иметь какой-то один фокус. То есть нельзя, как я говорила вначале, нельзя делать всё подряд, по чуть-чуть, потому что в итоге вы ничего хорошо не делаете. И вот вся эта заявка должна раскрывать конкретные ваши качества, она должна быть нацелена на какую-то конкретную аудиторию. То есть подумайте, что вы продаёте себя, что вот вы есть, как в Инстаграме всегда говорится, личный бренд. Мне не нравится это слово, но это, в принципе, очень такое аккуратное описание, что вы есть бренд, вы есть бренд с определёнными качествами, с определёнными навыками, и вы должны продать себя университету. И всё-всё-всё, что вы добавляете в вашу заявку, будь то экзамены, будь то оценки, будь то сочинения, они все должны складываться в одну очень сильную личность и один такой сильный личный бренд. Потому что если раскидаться и делать всё подряд, то в итоге университет может вообще не понять, какие же ваши сильные стороны и почему вы будете полезны этому университету. Вот, поэтому перед тем, как начать писать все эти сочинения, сядьте просто с бумажкой и подумайте, я хочу подавать, например, на такую-то профессию, у меня есть вот такие вот мои самые сильные стороны, у меня есть такие амбиции, например, я хочу решить такую-то глобальную проблему. И это как-то ваш такой summary вашей личности, и уже начиная оттуда, вы можете начинать думать, на какие активности вам нужно тратить вашу энергию, не знаю, в какие кружки нужно записываться, какие сочинения нужно писать, но самое главное, вначале вы определите, что вы хотите показать через свою заявку, и потом уже делайте всю эту заявку. Вот, я вроде рассказала все, что хотела, да, еще посмотрим вопросы, подскажите, пожалуйста, какие имеете вузы, кроме на useful scholarship? их очень много, я сейчас, если я начну перечислять, это займет очень много времени, вы можете гуглить, ребят, гуглите, как вот именно вы написали, там, US universities with full scholarship for international students, самое главное, проверяйте, чтобы гранты были для интернациональных студентов, а не для американцев, потому что у американцев своя определенная система, вот, гугл ваш друг, есть очень-очень много там ресурсов. Магистратуру в NYU также предлагают полный грант. В NYU AD именно магистратура очень лимитированная, там, по-моему, только экономика и физика, в общем, по-моему, там всего только 2-3 направления сейчас, там, да, есть полная стипендия, но NYU New York там нету полного гранта, это именно еще почему я не подавала в сам NYU New York, потому что даже на бакалавр там не было гранта, вот, но, в принципе, если вы подаете на магистратуру или докторантуру, там есть уже другие возможности, как ассистеншип, то есть, когда вы работаете с профессором, и уже профессор соглашается платить за вас, как не из личного кармана, но со своих именно университетских фандов он может оплачивать ваше обучение, и это очень даже распространенный способ. Если рекомендательное письмо смогут написать только на русском, то можно будет перевести официально в компаниях? Да, можно перевести официально, это очень такой стандартный метод, но вы должны перевести и официально заверить его у нотариуса, чтобы не то, что там он написал одно, вы перевели и написали совершенно другое. Вот самое главное, чтобы это был официальный документ, подписанный с печатью, и да, это вполне можно легко делать, потому что в русских школах очень часто учителя реально не знают английский на достаточном уровне, чтобы написать хорошее рекомендательное письмо. Если, к примеру, у меня GPA 4.7, есть ли шанс поступить на полную финансовую помощь? Здесь я не могу ответить на этот вопрос, потому что, как я сколько рассказывала, что заявка состоит из большого количества компонентов, и оценки — это всего один из них, поэтому чисто по оценкам я вообще не могу сказать ничего. Как бы GPA хороший, да, но можно и поступить, можно и не поступить, поэтому это недостаточная информация. Можно ли обратно подать в NYU без разъяснения о том, что обратно поступаю? Ну, если вы подаете обратно, то, во-первых, они будут знать, что вы подаете обратно, потому что у них есть как бы records, как сказать, информация с прошлых годов, и мне кажется, наоборот, это плюс, что вы подаете обратно, потому что вы показываете свой интерес, вы показываете, что вы настолько сильно туда хотите, что вы теряете целый год, поэтому мне кажется, наоборот, это лучше указать, это даже ваш плюс. Обязательно не переводить документы в нотариусе. Если вы переводите на другой язык, то да, обязательно, потому что, опять-таки, как я сказала, можно перевести, написать от себя тяну, и как бы, как университет поймет, что вы не наврали в этой заявке, что вы не переврали информацию, поэтому да, обязательно. И сколько времени ушло на написание эссе? Наверное, месяца два или даже три. Очень долго, ребят, потому что это эссе такое, что там нету такой конкретной темы, и бывает, что вот ты просто думаешь над темой, наверное, два месяца. Это не то, что вот, не знаю, если мне дать какую-то задачку по физике, то я могу сесть и решить за один день, но если мне дать сочинение с открытой темой, я могу просто думать, 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 и никак не начну. Я думаю, вы все знаете, что именно начать, это 50% проблемы, поэтому с того момента, как я начала думать, до моего финального сочинения прошло точно несколько месяцев. Вот. Как думаете, будет ли осенний семестр онлайн в формате связи с COVID? Думаю, да, скорее всего. В NYUED, да, сказали, они еще точно не знают, какой именно там Zoom, не Zoom, но точно он будет пока что онлайн, потому что ситуация еще, да, еще опасно. Перевестись в ООЭ в другую страну можно в рамках их универа. Перевестись из ООЭ в другую страну. А, если вы переведетесь, например, за Майо Бадаби в Нью-Йорк, то ваш грант не будет продлеваться, потому что грант спонсируется арабским государством, и они не будут за вас платить, если вы уедете из страны. Так, много вопросов, время заканчивается. Как куда можно отправиться для проверки? Знакомым, учителям, репетиторам, друзьям, как бы нет официального такого источника, поэтому всем вашим каналам, которые вы можете только найти. Сколько в общем вы написали? Я писала, наверное, 11 эссе, потому что один Common App и 10 эссе для каждого университета. С какого момента вы начали первые шаги к поступению в НВАЮ с конца 10 класса? Как думаете, что лучше приложить SAT или национальный экзамен? Лучше SAT. SAT очень сильно ценится американскими университетами, потому что, во-первых, он сложнее, и, во-вторых, это очень хорошая база, чтобы сравнить студентов из разных стран, потому что оценки везде разные, как-то система, например, не знаю, пятерка в Америке и пятерка в Узбекистане, это абсолютно разные вещи, потому что в Узбекистане просто требования такие низкие, что легко получить пятерку. Но именно SAT это такой тест, который одинаковый абсолютно для всех, поэтому именно по SAT очень классно сравнивать ребят, потому что они реально отвечают на одни и те же вопросы. Вот, и, в принципе, SAT это очень такой, он принимается практически всеми американскими университетами и также является таким знаком престижа, потому что чем выше SAT балл, тем престижнее обычный университет, поэтому, да, я советую сдавать SAT. Какой был ваш уровень английского к началу подготовки к поступлению? Ну, я уже, поскольку я училась в этой IB-школе, я свободно говорила, конечно, с акцентом, у меня сейчас ужасный акцент, но я могла, скажем так, делать интервью, я могла делать презентации, могла писать сочинения, то есть, наверное, upper-intermediate, я, естественно, не знаю вот этих градаций, потому что я толком на курсы никогда не ходила, вот, но уже такой был уровень, что я могла поехать в другую страну и понимать, что со мной происходит. Я не пользовалась никакими репетиторами и агентствами, но у меня был колледж-канцелор, то есть, это человек, который бесплатно мог прочитать мое сочинение, были друзья, были какие-то знакомые, но я никому ничего не платила. Вот. Мне кажется, уже время заканчивается. Да, уже. Давайте, может, еще один вопрос, и... Ага. Чем отличается эссе для Common App и для каждого универа? Я об этом рассказывала. Common App — это личное сочинение, и эссе для каждого универа, оно больше как мотивационное письмо, где вы должны каждому универу доказать, почему вы хотите пойти именно туда. Вот. SAT или... В общем, SAT или любой другой тест, выбирайте SAT, если вы идете в Америку. В другие страны я уже не знаю. Вот. Вы брали internships в университете. Да. Брала обязательно. Без этого никак. Сейчас карантин. Что делать с SAT? Готовится. Я понять. Да, реально готовится, потому что, скорее всего, его прям так не уберут. Вот. А, кандидатский тур. Ещё столько вопросов. Давайте, ребята, так, задерживать не будем Веронику, у неё уже поздно. Если у вас будут вопросы, то, наверное, вы сможете, может быть, ей сами написать, если у неё будет время. У меня, в принципе, у меня есть ответы на вот очень-очень многие эти вопросы. Да, если вы хотите связаться, подписывайтесь на меня, я завтра сделаю тогда пост с навигацией, потому что у меня по хэштегам, у меня реально очень много инфы и про универ, и про Японию. Вот. Я даже видел у Вероники сайт, где очень много полезной информации. Поэтому листайте, смотрите, подписывайтесь на неё. Вот. Ещё раз спасибо, Вероника, что ты сегодня с нами была. Спасибо вам. У тебя уже поздно, поэтому... 11. Да, поэтому давайте. Ага, ладно. На этом всё. Всем удачи, с поступлением. Ага. Спасибо, пока.